Музыка В Словенском Медведове завершился очередной бадминтонный турнир серии International. Харьковчанка Елизавета Жаркая в паре с Натальей Войцех из Днепропетровска стали вторыми в паре. В финале в трех партиях они уступили голландскому дуэту Алида Чен, Сарая Эйберген. Чисто-харьковский тандем Анастасия Дмитришин, Дарья Самарчанц завоевал бронзовые медали. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Футбол от премьер-лиги через первый дивизион к чемпионату области. Легкая атлетика Богдан Бондаренко, победитель этапа бриллиантовой лиги в Катаре. Водное поло, турнир памяти легендарного Алексея Баркалова. Альпинизм. Летний сезон открыт, харьковская школа впереди всех. Маунтэнбайк. Новая дисциплина «Иллюминатор» стала победной для харьковчан. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. В женском футбольном чемпионате страны состоялись матчи третьего тура. Харьковский «Жилстрой-1» в Люботине разгромил Радыну из Костополя 6-1. Покер на счету Ольге Авдичук. Второй «Жилстрой» в Калуше проиграл «Нефтехимику» 0-4. В таблице харьковские команды находятся противоположно. «Жилстрой-1» 1-й, «Жилстрой-2» 8-й. В 28-м туре Премьер-лиги «Металист» играл в Луганске против «Зари». При относительно равном начале в середине первого тайма повели гости. Марлос сыграл в центре на Хосе Сосу. Аргентинец качнул Виталия Вернедуба и послал мяч под дальнюю штангу. Это все интересное до перерыва. Первый тайм, довольно неплохой тайм получился. И у них момент был, и у нас были моменты. Этот гол, конечно, ну обидно такие мячи пропускать. А мы там, где могли забить, не доиграли до конца. Просто не может быть такого, что мяч катается по линии вратарской, а некому замыкать. Сразу после возобновления игры Павел Худзик забросил мяч в штрафную. Александр Горяйнов неудачно вышел и свежий Яник Бали этим воспользовался, сравняв счет. Но уже в следующей атаке хозяева нарушили правила на Марка Девича перед штрафной, а судья показал на точку. Клейтон Шавьер вывел медалист вперед. Затем Эдмар проверил на прочность каркас ворот Кшивана Сантиньи. А на 71-й минуте Девич обыграл штрафной Тони Шунича, который в этом эпизоде потянул ногу. Выбивать мяч никто не решился. Виллиан набросил центр штрафной. Исоса ударом с лету оформил собственный дубль и победу своей команды 3-1. В остальных матчах Тура Шахтер легко обыграл Таврию, дав Генриху Мхитаряну возможность установить рекорд результативности чемпионата в Украине. 24 мяча. Донецкий Металлург вымучил место в Лиге Европы из квалификации которой никогда не выходил. Динамо тоже дожал Эльичоэс, а Карпат и Днепр назабивали бы на радость зрителям. Будь те на стадионе Украина. В таблице остается две интриги. Успеет ли Динамо достать Металист и вылетит ли в первую лигу Гаверла. Черноморец может расслабиться. Он в Европе как финалист Кубка Украины. Днепр опять финиширует четвертым и ждет, оправдаются ли слухи о приходе Славина Билича. В следующем туре Металист принимает Днепр и это будет игра всего чемпионата. Как и для Ужгорода, матч жизни и смерти против Волыни. Расклеившаяся Таврия примет Динамо, а Метадон и Черноморец помашут кулаками после заочной еврокубковой драки. В 30-м туре первой лиги Гелиос дома играл против Сум. Уже на 10-й минуте гости могли выйти вперед, но Александр Лебеденко не попал в пустые ворота, нерасчетливо оставленные Денисом Сидоренко. А далее хозяева пришли в себя и задали несколько вопросов сумскому вратарю Александру Бабаку. Тот экзамен выдержал, отразив удары Сергея Борзенко и Виктора Раскова. Кстати, последнего в перерыве заменил опытный Андрей Воробей и вдохновленные подопечные Сергея Есина создали еще несколько опасных моментов. Но Антон Долгий и Сергей Давыдов эти моменты упустили. Харьковщане далее держали в напряжении сумчан, но на гол не наработали и по старому футбольному правилу получили ответку. За три минуты до завершения основного времени Александр Яценко прервал атаку гостей фолом в штрафной и Александр Камерцель принес суммам минимальную победу. В таблице у Солнечных остались 39 очков, это 12-е место. Севастополь и Сталь прямым ходом идут в премьер-лигу. Стартовал чемпионат Харьковской области по футболу. В этом сезоне высшую лигу будут представлять 9 команд. Это самое малое количество участников за последние годы. В первом туре зимний чемпион ЭТМ принимал обидчиков по полуфиналу областного кубка «Энергетик» из Солонисовки. Подопечные Сергея Сачева и Виктора Сусла сполна поквитались за прошлые обиды, выиграв 5-0. Также уверенно Зачепиловский колос разгромил Гелиос Академию 4-0. А в матче Волчанск-Ника Богодухов была интрига, которая решилась в пользу гостей 3-2. В еще одном поединке «Газовик» и «Змеев» сыграли в сухую. Действующий чемпион области Купенский локомотив первый тур пропускал из-за нечетного количества команд. Харьковские легкоатлеты на неделе отметились наградами турниров национального масштаба. Татьяна Вернигор выиграла полумарафон в Дипропетровске с результатом час в 16 минут и 47 секунд. В этих же соревнованиях Константин Пышняк стал вторым в юниорском зачете. Прыгун в высоту Игорь Григоров отметился бронзовой медалью в Николаеве на мемориале Игоря Ковпака. Харьковский прыгун в высоту Богдан Бондаренко переписал историю харьковской легкой атлетики, во всяком случае в своем секторе. Солицы Катара Дохи завершился первый этап бриллиантовой лиги. Харьковский «Динамовец» выиграл его с личным рекордом и рекордом области – 2 метра 33 сантиметра. Подопечный отца и тренера Виктора Бондаренко начал соревнования с высотой 2,19 и с легкостью ее взял. Также легко он преодолел 2,24 и 2,27. С первой попытки прыгнул и на 2,30. На тот момент в секторе, кроме харьковчанина, остались Катарес, Мутазы Барш и россиянин Александр Шустав. Барш взял 2,30 со второй попытки, а Шуставу они не покорились дважды. Одну попытку, которая у него оставалась, он решил перенести на 2,33 – рекордную высоту соревнований. Но ни российскому легкоатлету, ни хозяину соревнований преодолеть планку не удалось. А Бондаренко во второй попытке с этой задачей справился. – Очень неожиданно. Если бы мне до соревнований за месяц, за день, неважно, насколько я сказали, что я выиграю, с таким результатом я бы сказал бы, да нет, зачем вы так шутите. Это была бы как первоапрельская шутка, примерно. Да какие 2,35? 25 не проскакивает, поэтому это роскошь прыгать на тренировках, так как когда болят какие-то травмы, болячки, поэтому мы стараемся выступать только на соревнованиях. И поэтому многие задают вопрос, вот как вы так прыгаете, там в технике много погрешностей, а как их можно исправлять, если мы можем позволить себе прыгать только на соревнованиях. Уже в статусе победителя соревнований Богдан предпринял попытку взять 2,35, но успехом она не увенчалась. Поскольку здоровье важнее, у Бондаренко было больное колено, то на этом он и завершил выступление. Впрочем, и без того для начала сезона результат отличный, учитывая зимнюю травму лидера украинской высоты. Вот бы такую форму сохранить и улучшить к августовскому чемпионату мира, который примет Москва. Сказать, что мы планировали сейчас выполнить норматив обязательно, тоже нельзя. Это получилось немножко и спонтанно, потому что травмы, они заставили сбросить нагрузки. И вот на фоне такого отдыха мы вышли на такой результат. Мы сейчас имеем, я думаю, лучший стадион, наверное, в Украине, на мой взгляд. Здесь достаточно, здесь есть все для того, чтобы показывать результаты, для того, чтобы тренироваться. На родном для Бондаренко стадионе «Динамо» соревновались и те, кто идет следом на пути к легкоатлетическим вершинам. Там состоялся юношеский чемпионат области. В этом возрасте ждать стабильности и высоких результатов приходится редко, но и здесь находятся свои герои. Например, восходящая звездочка в толкании ядра и метании диска Юрий Федосов. Впрочем, уменьшительные слова для него не подходят. Он здоровый парень, как для 16 лет. Но результатами радует всех, включая тренера Михаила Комесова. В диске он занял второе место, метнув снаряд на 54-20, а ядро выиграл, как говорят боксеры, за явным преимуществом. Результат 16 метров 78 сантиметров так себе. Но это потому, что не было достойных конкурентов. А норматив на чемпионат мира, который в июле примет Донецк, у Федосова уже есть. В Ялте он толкнул на 18-32. Кстати, в диске даже на нынешних областных соревнованиях он превзошел норматив, позволяющий участвовать в чемпионате мира. Я вообще толкатель. Но так как ядро и диск, они, грубо говоря, одинаковые, то у меня и то, и то хорошо получается, но ядро чуть получше. Что касается борьбы в чаше стадиона, то и здесь нашлось место высоким результатом. В секторе для прыжков в шестом Владимир Тесленко занял первое место с результатом 4 метра 55 сантиметров. Юлия Ионычева пробежала сотню с барьерами за 14-2. Это тоже золото. Среди высотниц случай стала Лилия Клинцова. А в юношеской длине, в отсутствии лидера этого сектора Павла Безнеса, дальше всех прыгнул Владислав Капуста. Приятно наблюдать большое количество участников чемпионата. 345 человек по современным меркам – это очень хорошо. Как говорят тренеры, есть материал, с которым можно работать на будущие победы. Как говорят, неталантливых детей нет. И наши тренеры молодцы. Почему? Потому что они пытаются найти, раскрыть и потом это развивать. Продолжать развивать, развивать, развивать. Ближайшими стартами для харьковских юниоров станут донецкие соревнования, командный чемпионат Украины и матчевая встреча с белорусами и турками. На том же стадионе состоялись и всеукраинские соревнования среди младших легкоатлетов, которые представляют общество «Динамо». На радость будущим чемпионам их поздравляли и награждали чемпионы нынешние – Богдан Бондаренко и Маргарита Дорожон. Да и первый зампред харьковской областной организации Виталий Кириленко сам в прошлом известный прыгун в длину. Потому задачи и проблемы легкой атлетики он знает не понаслышке. В таком нежном возрасте, в каковом пребывают юные динамовцы, забота о спортсменах должна быть особенно трепетной. Упустишь возраст – появится пробел на десятилетия. Учитывая, что общество «Динамо», как правило, на олимпийских играх, на всех чемпионатах мира имеет представительство порядка 50%, думаю, что эти ребята, через которое время, точно так же будут достойно защищать честь Украины на всех международных соревнованиях. Среди харьковчан победными выступлениями отличились Дарья Авдовиченко – 400 метров и Надежда Юрченко, которая бежала полторы тысячи метров. В этой же дисциплине у юношей третье место занял Станислав Машталь. В командном зачете Харьков – первый, на втором месте – Одесса, на третьем – Крым. В Черногорской Будве состоялся квалификационный турнир за выход на чемпионат Европы по водному полу среди юниоров. Сборная Украины набрала 7 очков, заняла второе место, обогнав славянцев по разнице мячей, и вышла в финал континентального первенства. Первыми стали хозяева турнира – черногорцы. За сборную выступали харьковчане Никита Апостол, Александр Ермаков, Кирилл Наволоков и Владислав Орлов. В Харькове состоялся девятый по счету ватерпольный турнир памяти Алексея Баркалова. Список достижений этого выдающегося спортсмена журналисты повторяют из года в год, но повторять их нужно, потому что очень уж звучные там титулы. Двукратный олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы, многократный победитель международных турниров в составе сборной команды СССР, а также обладатель Кубка Союза. Имя Алексея Степановича занесено в Книгу рекордов Гиннеса за 412 матчей, сыгранных за сборную. Пластмассовые уши на ватерпольных шапочках появились именно после его травмы. В общем, историю своего вида спорта творил неординарный человек. Был таким же учеником, как и все остальные. В общей массе он не выделялся. Он просто был более работоспособным, был более целеустремленным и был более настырным. Из-за совпадения сроков турнира с квалификацией на чемпионат Европы по этому же возрасту, не старше 18-ти, сборная Украины не смогла предстать в оптимальном составе. Но и в таком варианте подопечные харьковского наставника Александра Надежнина и львовского Евгения Наумчика Хозяева воды показали максимум. Разгромив Литву 21-6 и Молдову 25-10, украинцы в матче за первое место сошлись с Россией. Здесь напряжение держалось только до большого перерыва, когда было 7-4 в пользу наших. Далее они развили успех не разгромный, но внушительный – 14-7. В составе победителей турнира выступали харьковчане Александр Миндер, Виталий Погребецкий, Владислав Радевич, Артем Салихов и Макар Швец. Мы всегда даем людей национальную сторону и думаю, что в будущем будем тоже стараться трудиться, давать стране спортсменов. Конечно, такие игроки, как Алексей Баркалов, рождаются раз в 100 лет, учитывая особенности современного отношения к водному полу, может и в 200. Но другого выхода нет. Тренерам нужно работать и воспитывать новых ватерполистов, которые пусть не по спортивным, но по человеческим качествам достигнут уровня знаменитого Степаныча. Я бы этого очень хотела и буду сегодня желать участникам соревнований, чтобы они как можно больше интересовались историей наших известных ватерполистов. Завершая разговор о турнире, скажем, что третье место заняла Литва, четвертая Молдова. Украинские атаманы проиграли в финале всемирной боксерской серии казахской команде «Астана-Орландс» на ее ринге. Несмотря на неоднозначное судейство и проигрыш по итогам первого дня, украинцам удалось выйти вперед 5-4. Но два последующих боя остались за хозяевами. Харьковчанин Александр Гвоздик свой поединок выиграл у Эсхана Русбахани техническим нокаутом. В Крыму на Байдара-Костропольской стене состоялся очный чемпионат Украины по альпинизму. С этого сезона усложнилась формула соревнований – четыре восхождения за четыре дня. Отсюда выше скорость и пренебрежение безопасностью, за что трое участников поплатились здоровьем, но, к счастью, не жизнью. Харьковский тандем двух Евгений в Полтавца и Тимко прошел четыре маршрута на высшей категории сложности – пять баллов. Причем участки, которые преследователи проходили за 12 часов, харьковчане съедали за четыре-пять. И это еще к тому, что Полтавец в очередной раз на жеребьевке вытащил первый номер, и Евгении шли по трассе, не видя соперников. Мы бегали по дням. Значит, один маршрут первый, например, лидирует другой человек, второй маршрут ты лидируешь. И сюда стараешься как бы уложиться, чтобы не подвести друг друга, да. Вот, ну, наверное, все-таки психологически. Физически мы год готовились к этому делу, были готовы. В итоге Полтавец и Тимко стали первыми с результатом 26,65 балла. На полтора очка отстал еще один харьковский дуэт – Александр Заколодний, Анатолий Оченаш. Кстати, только эти команды до начала чемпионата и прошли квалификацию в отведенное регламентом время. Остальные далеко позади. Третью стала винницкая пара Дмитрий Венславовский и Михаил Миранчак. Ну, а для Полтавца это уже 11-й титул чемпиона Украины, и каждый последующий будет обновлять этот национальный рекорд. В принципе, вот сейчас в мае мы ехали, как бы так вот и думали, ну вот посмотрим, может быть, выросла сильная молодежь, которая, так сказать, свергнет, прервет нашу вот эту вот, как это назвать, монополию, да. Вот, но приехав на чемпионат, мы так посмотрели, увидели, что, в принципе, харьковская школа по-прежнему сильнейшая и остальные команды Украины, ну, значительно отстают. Главным стартом для украинских альпинистов в этом году станут осенние международные соревнования, которые также пройдут в Крыму. В Донецке прошел чемпионат Украины по маунтинбайку в новой дисциплине иллюминатор, а также третий этап Кубка Украины в кросс-кантри. Иллюминатор – это короткая трасса до 800 метров, технически сложная, захватывающая и скоростная. Нечто среднее между BMX, спринтом и маунтинбайком. Спортсменов мы пытаемся к этому виду, к новому, готовить. Люди, те, которые лучше всего к этому виду приспособлены у нас, люди, которые выступали на треке, потому что вид скоростной очень, или и те дети, которые выступали у нас, спортсмены, выступали в BMX. В новом виде прекрасно показала себя харьковчанка Алина Суслина. С результатом минуты 43,72 секунды она заняла первое место. Она же стала призером в кросс-кантри на дистанции 13,5 километров. Ну, она мне по душе пришла, потому что мне как бы легче с BMX, техника, все такое, ну, старт главное. Ну, так, в принципе, гонка не сильно тяжелая, дистанция 400 метров была. Ну, проехала, насколько были готовы, настолько и проехали. В этой же дисциплине среди юниоров третье место на дистанции 18,9 занял Александр Коняев. Как и все современные велосипедисты, он занимается не только байком, но и другими видами велоспорта. И как это всегда бывает в многоборье, есть дисциплины, которые душе ближе. Поскольку за последние годы изменений в велоспорте произошло больше, чем за предыдущие 100 лет, выбирать есть из чего. Я более, ну, как бы, педаляжа сильно у меня хорошего нету для трека, и как бы сам я не трековый гонщик, у меня больше и выносливость хорошая, и как бы лучше получается, конечно, байк, шоссе. Названные спортсмены и их тренер Сергей Трофимов представляют клуб «Харьковский велосипедный союз». Завершилось первенство города по футзалу среди ребят, которые не старше 16 лет. Победила команда «Лока Волна» под руководством Александра Кузьменко. В полуфинале они обыграли сверстников из Академии «Монолит», а в финале выиграли у ДЮИШа 12 со счетом 2-1. Лучшим игроком на турнире стал игрок команды «Лока Волна» Олег Выставной. В заключительном туре регулярного чемпионата Украины по футзалу в экстралигии «Локомотив» принимал ЛТК. В первом тайме хозяева пытались во что бы то ни стало доказать себе и зрителям, что ЛТК – проходная для них команда, но старание превысило умение. А где дело доходило до удара в плоскость ворот, там на страже был молодой голкипер Юрий Савенко. Распечатать его ворота «Локомотиву» удалось только в начале второго тайма. Розыгрыш от угла поля завершился фирменным ударом Виталия Киселева. В первом тайме много били по воротам, мяч не хотел идти в ворота. И как бы первый гол чуть-чуть дал нам уверенности в себе и все пошло хорошо. Чуть позже Киселев выступил уже в роли ассистента для Сергея Журбы. Тот пробил настолько сильно, что мяч так и остался между сеткой и каркасом, не желая падать на пол. Казалось, хозяева действительно раскрепостились, но быстрый пятый фол сковал их действия. А под занавес матча гостей вовсе сократили разрыв в счете. Это Никита Лозыкин воспользовался несогласованностью действий, Дмитрия Клочко и Евгения Иваняка. Луганчане пошли вперед с пятым, но добыть ничью так и не смогли. 2-1 в пользу «Локомотива». В остальных матчах тура «Ураган дома» проиграл «Кардиналу» ровно 2-3, а «Энергия» и «Янакиевец» сыграли в ничью 3-3. Таким образом, в одной полуфинальной паре сойдутся «Локомотив» и «Энергия», в другой – «ЛТК» и «Ураган». Состоялась вторая пара матчей переходного турнира волейбольного чемпионата Украины. Юрокадемия и Барком после обмена победами в Харькове играли во Львове. Третий матч со счетом 3-1 остался за хозяевами, а в четвертом разыгралась настоящая драма. Харьковчане ввели по партиям 2-0, но подопечные Виктора Михальчука взяли третий сет 28-26 и переломили ход игры. Четвертую партию они выиграли 25-18, укороченный сет 15-9. Таким образом, Львов впервые будет представлен в Суперлиге, а харьковских команд в следующем чемпионате там не будет. Прямое повышение с первого места в высшей лиге ранее добыл Днепр. В третьем туре дивизиона «Восток» высшей регбийной лиги «Харьковский Олимп» принимал Днепр. Борьбы в матче не получилось. Достаточно сказать, что после первого тайма счет был 85 на 5 в пользу команды Валерия Качанова, а после перерыва лидер «Харьковчан» Олег Косарев довел личный счет до трех попыток и 22 реализаций. У Александра Ломакина 4 заноса. Всего получилось страшно для гостей – 179-15 в пользу «Олимпа». В другом матче тура еще одна харьковская команда «Техас» выиграла у Феодосийского моря – 20-0. В таблице «Олимп» первый с 10 очками, у «Техаса» на два меньше, он второй. В итальянском тернии завершился чемпионат Европы по фехтованию на шпагах среди ветеранов. В возрастной категории 50-59 харьковчанин Владимир Соколов занял третье место, а выиграл турнир киевлянин Роман Семикоз. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова